Привет. Я Алексей. Ведущий передачи День. Люди. События. Сегодня выпуск о событиях 4 ноября. Чем запомнился этот день? В этот день 4 ноября 1890 года в Лондоне открылась первая электрическая линия метрополитена. Лондон – родина метро как вида транспорта, а лондонское метро – старейшая в мире подземная городская железная дорога, существующая с 1863 года. Первый поезд состоял из 23 вагонщиков без крыши и управлялся паровозом Стефенсена. Первая в мире подземная электрическая дорога открылась в Лондоне 4 ноября 1890 года. Это была северная линия на участке Стоквелл, Кинг-Уильям-Стрит. Открыл движение и первым пассажиром стал принц Уэльский, будущий король Великобритании Эдуард VII, второе событие этого дня. В Москве на Красной площади открыт восстановленный Казанский собор. Казанский собор был построен в 1620-х годах на средства князя Дмитрия Михайловича Пожарского и назван Казанским в честь чудотворной Казанской иконы Божьей Матери, главной войсковой святыни ополчения Минина и Пожарского. После пожара 1635 года вместо деревянного собора мастерами Семеном Глебовым и Наумом Петровым, по другой версии, царским мастером Абросимом Максимовым, был построен каменный на средства государя Михаила Федоровича и освящен Патриархом Иосифом 15 октября 1636 года. В 1925-1930 годах под руководством архитектора Петра Барановского на средства обновленческого прихода была проведена серьезная реконструкция и реставрация храма, в ходе которой ему был возвращен первоначальный облик, сняты чертежи и замеры. Вскоре Казанский собор закрыли. Там были столовые, склад, а летом 1936 года его снесли. Через год на его месте появился временный павильон Третьего Интернационала. Позднее здесь было открыто летний кафе, а на месте алтаря устроена общественная уборная. 4 ноября 1990 года Святейший Патриарх Алексий II заложил камень в основание собора, а через три года осветил заново возведенный храм.